Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как разгрузить городские улицы и обеспечить приоритет общественному транспорту? Об организации безопасности дорожного движения говорим сегодня в нашей студии. Заместитель руководителя Департамента транспорта, начальник отдела организации дорожного движения Александр Самсонов. Здравствуйте, Александр Петрович! Добрый день! Скажите, пожалуйста, согласно какой городской программе вы действуете, работает ваш отдел и какие цели и задачи вообще ставятся на нынешний момент и, может быть, в перспективе, на которую рассчитана программа? Ну, в принципе, муниципальная программа городского округа Самара повышения безопасности дорожного движения на период с 2015 по 2020 год, Оно является комплексным документом, который затрагивает наряду с деятельностью департамента еще и другие профильные департаменты, плюс другие ведомства, такие как госавтоинспекция, которые отвечают за вопросы организации дорожного движения и безопасность дорожного движения, то есть безопасность пешеходов, водителей и прочих. Программа включает в себя ряд мероприятий, которые затрагивают и установку дорожных знаков, нанесение линии разметки, установку ограждений пешеходных, и прочие вопросы, связанные с обеспечением безопасности. И безопасности в том числе. Одним из направлений является организация пешеходных переходов, так как в наше время при высокой интенсивности движения автомобильного транспорта, пешеход на улице остается незащищенным, так сказать, субъектом, вернее объектом, которому необходимо передвигаться, безопасно передвигаться среди пешеходов, как просто граждане, так и дети. Поэтому в основном деятельность в этой части направлена именно на обеспечение безопасности дорожного движения. Скажите, пожалуйста, вот как модернизируется вся эта система? Ну мы видим, что нового появляется, светофоры с сигналами, да, вот временными по секундам, там что можно переходить, звуковые для неслышащих, неслышащих, не видящих людей. Что еще? Вот какие направления? Как все это модернизируется? Ну нужно понимать, что в принципе изменился сам подход. То есть сейчас как бы мы работаем по программно-плановому методу. То есть когда все мероприятия, которые мы планируем на длительный период, они заложены под определенное, так сказать, финансирование городское бюджетными средствами. И, так сказать, выполнение этих работ идет уже как бы в этих рамках. Ну, кроме как вы сказали, что идет модернизация светофорных объектов, да, так сказать, они комплектуются в основном сейчас все светофоры датчиками обратного отчета времени, что делает удобно, так сказать, водителям и пешеходам. Кроме этого применяется, широко нашли сейчас в процессе модернизации применения устройства, так сказать, дополнительных секций, актуализация фаз регулирования, распределение транспортных потоков, распределение, так сказать, пешеходных и транспортных потоков отдельной фазы, что, так сказать, повышает, так сказать, безопасность дорожного движения пешеходов. А еще какие варианты используются для безопасности и эффективности организации дорожного движения? Даже каких-то может быть... Мы говорим сейчас о том, что, в принципе, какие средства применяются для этих целей, какие применяются средства. Ну, есть такое понятие, как технические средства организации дорожного движения. Это включает в себя и дорожные знаки, и, так сказать, разметку, и светофорные объекты, и, так сказать, ограждения, как пешеходные направляющие, либо барьерные для транспортных средств. То есть вся техническая, как бы, мысль, которая сейчас, ну, в этой области существует, в этой сфере, она направлена на обеспечение безопасности дорожного движения. И все дороги, которые мы, так сказать, реконструируем, либо капитально отремонтируем, они в обязательном порядке уже соответствуют всем требованиям, предъявляемым, так сказать, в сфере измененных стандартов и нормативных документов. Мы сейчас все живем в ожидании Чемпионата мира по футболу, и как раз ваша городская программа, про которую вы сказали, она рассчитана до 2020 года, то есть входит и вот Чемпионат мира тоже. Скажите, в связи с этим, что-то меняется в вашей работе, накладывает это событие, такой масштабный отпечаток какой-то, и в чем он, собственно говоря, выражается и проявляется? Я хочу сказать, что программа по Чемпионату мира – это отдельный документ, который, в принципе, не вытекает из программы по обеспечению безопасности дорожного движения, но в любом случае, так сказать, эта программа свою лепту вносит. Потому что, так сказать, у нас предполагается, часто по городу, это устройство, вернее, строительство ветки трамвая, который, так сказать, пройдет от улицы Ташкентской по Московскому шоссе до стадиона 1200 метров. Вот, так сказать, приведение всех путей, приведение всех маршрутов следования, клиентские группы, фан-зоны и прочее. То есть, чтобы это было всем удобно, чтобы это было приятно, и чтобы город, так сказать, показал свое лицо в этой части. У нас как раз есть сюжет на эту тему, давайте его посмотрим и продолжим разговор. Здесь пойдет трамвай от улицы Ташкентской до стадиона Самара-Арена вдоль Московского шоссе строят новую линию. Под улицей дальний трамвай будет проходить в подземном тоннеле, глубиной до 9 метров и протяженностью 340. На сегодня готовность тоннеля оценивают в 30%. К 1 октября монолитные работы обещают закончить. Останется только засыпать котлован и обустроить тоннель. От дождевой воды в тоннеле предусмотрен как внутренний, так и наружный дренаж. Снаружи в пазухи укладываются трубы. Используются современные технологии гидроизоляции. Такая же, как на транспортных развязках на Ракитовском шоссе и проспекте Кирова. Внутри тоннеля будет в конструкции пути устроена дренажная канала. Установлены дренажные водопропускные лотки. Соответственно, они будут собирать воду с начала тоннеля. И атмосферные насадки в том числе собирать и выводить в единую систему дренажа. То есть вода будет уходить. То есть даже расчет здесь гидравлический произведен даже на случай, скажем, некоторых аварийных ситуаций. Поэтому тоже проблем какой-то не будет. Новые трамвайные линии протянутся на два с лишним километра от улицы Ташкентской до Разворотного кольца. Оттуда до стадиона нужно будет пройти еще примерно с километра пешком. Сейчас строительные работы ведутся круглосуточно, без отставания графика. В начале работы возникали сложности по освобождению площадки под строительство объекта. В частности, вдоль московского шоссе. Был произведен выкуп у собственников строений и сооружений. В настоящий момент демонтированы и ведутся продолжаются демонтажные работы. В принципе, все вопросы по освобождению территории объекта решены. Трамвайная линия будет готова в апреле следующего года. Одновременно со строительством новой линии идет реконструкция путей от площади Урицкого до улицы Ташкентской. Именно с площади Урицкого свой маршрут будут начинать трамваи, доставляющие болельщиков до стадиона. По маршруту предполагается всего шесть остановок. Интервал движения во время проведения игр чемпионата полторы-две минуты. Оставится ли такая задача обеспечения преимущества общественного транспорта? Потому что мы видим этот огромный поток машин и частных, и всяких, каких только можно. В принципе, такая задача стоит. Мы ее все прекрасно понимаем. Здесь, так сказать, то, что сейчас проделывается департаментом, в первую очередь, значит, это как бы решение вопроса по выделенным полосам движения. Но, к сожалению, такие полосы можно организовать только там, где, так сказать, не менее трех полос для движения. А какие существуют ограничения? Для какого вида транспорта, может быть, чтобы так же попытаться изменить ситуацию? Грузовые. Очень много полемики, да, велось. Можно ли по городу передвигаться там переводящие опасные грузы, тяжеловесный транспорт? Ну, что сказать, так сказать, в программе наших действий в дальнейшем предполагается разработка и сейчас ведется работа в этом направлении по созданию комплексной схемы движения, так сказать, транспортных средств, в первую очередь, грузовых транспортных средств. Значит, будет, так сказать, в процессе этой работы будут определены места тяготения грузового транспорта и возможны его ограничения в этой части. То же самое касается и транспорта, перевозящего опасные грузы. В определенной степени шагом к ограничению движения, так сказать, грузового транспорта является принятый 14-го, так сказать, июня закон, подписанный губернатором, так сказать, о введении ограничений на период подготовки к чемпионату с ограничением полной массы транспортных средств до 8 тонн. Сейчас на данный момент Минтрансом создана рабочая группа, она проводит, так сказать, изучение мест притяжения, так сказать, возможные, так сказать, точки, куда доступ грузового транспорта в дневное время должен быть осуществляться в связи с неразрывностью цикла работы предприятий. Свои предложения на этот счет выдал город. Ну, в этой части мы, как бы, взаимодействуем и стараемся, чтобы, так сказать, эта система сработала нормально. Город тогда, особенно те автомобильные дороги, которые находятся в капитальном ремонте и под строительством, они могли бы спокойно осуществлять свою деятельность, то есть их строить могли бы быстрее, ремонтировать, и тяжеловесный транспорт, он бы не мешал. В свое время, вернее, в то же время транспорт сможет двигаться в ночное время по, так сказать, любым установленным маршрутам. Да. Еще одна проблема, которая есть во всех больших городах, но в нашем особенно, может быть, вот именно в это время, это парковки, да, историческая часть города вообще невозможно как-то нормально припарковаться. Вот есть видение, решение этой проблемы, планы какие-то, чтобы исправить ситуацию? Понятно, что немного возможностей, да, потому что там как-то уже сформировано, да, и очень много машин, но... Что касается, так сказать, парковок, то здесь город пошел на данный момент по пути увеличения парковочного пространства за счет работ по обустройству карманов около тротуарных парковок в период производства, ремонта уличной дорожной сети. То есть в этой степени, так сказать, мы приближаемся, так сказать, к людям, чтобы они могли производить отстой транспортных средств, но в то же время, чтобы не было брошенного транспорта, придерживаемся принципа, что парковка не должна осуществляться более суток. То есть, иначе, как вы видели, особенно зимой наглядно свидетельцы, что машина стоит, занесена вся снегом, льдом, ей никто не пользуется, место парковочное, так сказать, занято, и поэтому никто им тоже пользоваться не может. Хотя это, может быть, достаточно и кому-то более нужно. Вот. Ну и, кроме этого, еще, как бы, рассматриваются вопросы организации стационарных парковок. Сейчас все, что строится, здание, жилье и прочее, рассматривается при условии подземного паркинга какого-то, так сказать, наличия. То же обязательство, да, вот для застройщика? Для застройщика уже, как бы, вводится в норму о том, что любой торговый центр, жилое здание и так далее, должны предусматривать, предусматривать, так сказать, обустройство подземных, там, либо наземных, может быть, крышных паркингов, как, например, это сделано на Авроре на торговом центре. Да. Вот. То есть, это перспектива? Это перспектива, да. То есть, в любом случае, это не решение одного дня, так сказать, надо понимать, что транспорт в Самаре за последние, так сказать, грубо говоря, 20 лет вырос в два с лишним раза, а уличная дорожная сеть активно стала развиваться вот последние только несколько лет. Мы часто говорим про дороги, про трассы и забываем о внутридворовых территориях. Скажите, там вообще есть какие-то нормы, можно ли там устанавливать какие-то знаки, как-то тоже регулировать движение, потому что и трагические случаи происходят, и, ну, есть проблемы. Что касается жилых зон, так сказать, внутри микрорайонов, так сказать, дворовых проездов, межквартальных проездов, то сейчас широкое распространение получил метод зонального распределения, так сказать, зонального введения, так сказать, ограничений по таким жилым массивам. В принципе, они установлены 17-м разделом правил дорожного движения. А что они, какие ограничения предусмотрены? Под собой они подразумевают ограничение скорости в этой зоне, так сказать, до 20 километров в час, запрещается сквозной проезд, стоянка грузовых автомобилей ночная и с выключенным, так сказать, с включенным двигателем. И самое главное, так сказать, предоставляется преимущество в движении, так сказать, пешеходам по отношению к транспортным средствам, потому что не всегда у нас в жилых массивах есть тротуары и так далее, и людям приходится ходить по проездам. Кроме того, ширина проезда в большинстве случаев не превышает, там, 4-5 метров, что, в принципе, уже исключает парковку транспортных средств, если запарковался один автомобиль. То есть правила дорожного движения, они, так сказать, требуют и устанавливают такое требование о том, что если от автомобиля до края проезжей части сплошной линии разметки расстояние будет менее 3 метров, то это место не может быть, так сказать, использовано для парковки. То есть это мы говорим о пожарных проездах, ну, то есть в основном всех междворовых вот этих вот дорог. Учитывая, что, так сказать, вот эти требования, они как бы затрагивают все нормы, которые предусматриваются для организации дорожного движения за счет технических средств, то их установка, вернее, установка других дополнительных средств в этой зоне не требуется, потому что скорость уже ограничена. Одно право, преимущественное право предоставлено пешеходам, то есть уже как бы все меры, они констатируются в 17-м разделе. А в таких ситуациях, которые возникают, когда сами жители вот этих домов, которые около этого двора, устанавливают либо шлагбаум, либо какие-то огромные бетонные вот эти камни привозят, вот это как регулируется? Насколько это законно? Потому что вот если хотят водители объехать вот эти пробки, да, по дороге, они начинают по дворам вот так. Ну, правильно, там гуляют дети, и жители уже сами идут на то, чтобы как-то ограничивать движение. Ну, здесь следует отметить, что не шлагбаум, тем более никакие, так сказать, блоки и прочие устройства, они не являются техническими средствами организации дорожного движения, и поэтому их установка, она будет противозаконной. Кроме того, любое блокирование магистралей, а даже, так сказать, дворовый проезд, это, так сказать, транспортная магистраль, она несет за собой ту или иную, так сказать, ответственность. Надо сказать, что бывают случаи, когда во дворах, так сказать, применяются противопроездные устройства, выполненные в рамках, там, декоративных вазонов против элементов благоустройства, которые препятствуют проезду, там, на газоны, выезд, там, на какие-то пешеходные участки, детские площадки и так далее. Такие случаи, вернее, такие средства, они применяются, и в данном случае они гораздо эффективнее, если были бы установлены просто дорожные знаки. Потому что каждый дорожный знак, он, в принципе, водитель его соблюдает, когда есть форма контроля. Но в каждом дворе постоянного контроля со стороны госавтоинспекции не будет, и поэтому физическое воспрепятствование выезду, оно решает более положительные все эти моменты. А вообще, вот интересно, вот эти внутридворовые территории, они кем контролируются? Потому что очень много возникает и конфликтов, и паркуются на газонах, там, оставляют машины. Кроме того, еще, ну, множество каких-то вот проблемных моментов возникает во дворах, именно там, при движении. Кто это решает? Не ваш департамент. Нет, это не наш департамент. Мы должны сказать, что, так сказать, любые, как бы, вопросы контроля, то есть выполнение контрольно-надзорных функций. Или брошенные машины годами тоже. В сфере безопасности дорожного движения они относятся к компетенции полиции, в частности, госавтоинспекции, и плюс еще участковые инспектора полиции, когда они несут службу на закрепленной территории, они также, так сказать, выполняют аналогичные функции. А то, что касается брошенных транспортных средств, то любой гражданин может написать, так сказать, заявление в ту же милицию или в районную администрацию, потому что на данный момент, так сказать, эти функции планируется полностью передать на территориальные, на внутригородские районы. Вот мы с вами затронули тему безопасности в начале программы. Остановки общественного транспорта, насколько они сегодня безопасны, еще интересует такой механизм переноса остановки с одного места на другое. По пожеланию жителей, горожан, это может осуществляться, как-то передвигаться, если неудобно, некомфортно, долго идти? Как часто происходят такие явления? Какой механизм решения таких проблем? Ну, в принципе, департамент занимается этими вопросами, но надо отметить, что у нас существуют нормы проектирования, в том числе и сети общественного транспорта. Так сказать, согласно этих норм, до остановок должна обеспечиваться транспортная доступность, которая, ну, порядка 500 метров. Человек должен, так сказать, попасть, так сказать, на остановку, чтобы ему было это удобно и комфортно. То, что перенести с одного места в другое, ну, в принципе, все остановки, они сформированы на данный момент, исходя из наличия объектов притяжения. То есть либо торговые центры, либо еще что-то. Вот на полевой, мне кажется, какая-то была такая конфликтная ситуация, там тоже как-то переносилась остановка. Да, остановка переносилась, она, в принципе, остановка трамвая была немножко выполнена, ну, по старым стандартам, в разрез, так сказать, существующих, так сказать, норм сейчас. То есть для увеличения пропускной способности проспекта Ленина эту остановку переместили ближе к Первомайске, и то, чтобы пассажиры, которые выходили с трамвая, они могли по пешеходному переходу переходить по проезжую часть. То есть поэтому сейчас, когда вот я уже говорил, что рассматривая дислокации на ремонт или реконструкцию, строительство новых дорог, то есть мы уже смотрим и, как бы, выполняем, так сказать, разработку проектов организации дорожного движения с учетом всех вот нормативов, чтобы, так сказать, была обеспечена максимальная пропускная способность, и чтобы транспорт не задерживался первично, когда, к примеру, трамвай остановился на проезжей части, весь транспорт тоже остановился, люди ушли, сели, трамвай закрыл, поехали, а дальше через некоторое время уже светофор, и приходится по-новому вставать. То есть сейчас это, как бы, практика меняется. Скажите, пожалуйста, вообще связь с населением у департамента существует, и как учитывается пожелание горожан при организации дорожного движения? Вот здесь кто главные люди? Пешеходы? Пользователи общественного транспорта? Или как вы учитываете какие-то пожелания, настроения? Ну, во-первых, в департамент люди обращаются и устно, и письменно. Мы эти обращения все рассматриваем, даем мотивированные, так сказать, на них ответы. И если в пожеланиях граждан есть рациональное какое-то зерно, то мы стараемся этот вопрос проработать, чтобы можно было действительно внедрить это. А вообще учитывается опыт других городов при организации дорожного движения в Самаре? И какие-то вот новые, может быть, новинки еще появятся? Ну, те же уж, кажется, куда новее, те же светофоры, очень интересно еще что-то. Ну, может быть, еще что-то? Ну, дело в том, что все светофоры и прочее – это просто технические средства организации дорожного движения. Их применение может быть построено по-разному. Ну, каждый город для себя как бы специфичен, и поэтому Самара, она имеет тоже, так сказать, определенную специфику со своей точки зрения, которая может, ну, не совпадать с другими городами. А у нас какая специфика? Вот вы сказали, конечно, у нас есть она, но все-таки вот в чем она? Ну, в чем? Ну, во-первых, у нас старая часть города, так сказать, мелкие улицы, мелкие кварталы, было, так сказать, недостаточная ширина проезжей части. Можно было бы говорить об одностороннем движении, но односторонние движения тоже там… Как бы есть у нас пешеходные зоны, улица Ленинградская, и для того, чтобы организовать односторонние движения в старой части города, надо как-то тогда определяться с улицей Ленинградской. То есть потому что у нас нет прямого прохождения транспорта, а, следовательно, так сказать, исчезает возможность, или вернее невозможность, а целесообразность. Да, одностороннее движение, конечно, повышает скорость движения транспортных потоков. Есть место, где можно, так сказать, отстояться, но в любом случае повышаются, так сказать, негативные критерии, такие как доступ, то есть приходится проделать лишний путь, чтобы попасть в точку назначения. То есть, ну, как бы есть свои и за, и против. В свое время велись разговоры о том, о целесообразности трамвая в исторической точке зрения. Сегодня эта тема уже не обсуждается? Нет таких пожеланий убрать трамваи? Все останется, как прежде? Надеюсь, что все останется, как есть. Вот, единственный вопрос, как, так сказать, это будет выглядеть с Фрунзенским мостом. Ну, а так, в принципе, трамвай, так сказать, транспорт, который перевозит наибольшее число пассажиров, и, так сказать, он менее подвержен различным задержкам, связанным там и с пробками и так далее, особенно, если он двигается по выделенной полосе. Единственное, так сказать, как бы здесь препятствие, это сами водители, которые, выезжая на трамвайные пути, мешают, так сказать, его проезду. А так, экологически чистый, достаточно, так сказать, быстрый и удобный вид транспорта. Согласна с вами. А какие критерии вообще эффективности организации дорожного движения существуют? Как понять, что все хорошо сделано, дорожное движение организовано на отлично? Вот к чему вы стремитесь? Что еще? Может, какие-то есть слабые места, которые нужно подтянуть до того же чемпионата мира? Ну, мы стремимся, наверное, все-таки, чтобы это было безопасно. И самый главный, так сказать, критерий – это безопасность. Тот же федеральный закон, так сказать, о безопасности движения, он говорит о том, что нельзя принимать, так сказать, мер, которые бы отрицательно влияли на безопасность дорожного движения, даже в противовес и увеличение пропускной способности и прочим. То есть мы стремимся к тому, чтобы, так сказать, увеличить пропускную способность наших, так сказать, улиц и дорог. Город, как мы уже отмечали, занимается строительством. То есть у нас уже начинает пробиваться и строится и поперечник, и уширяется, так сказать, улица. Качество покрытия позволяет двигаться по ним достаточно быстрее. И в этих вот условиях мы просто должны обеспечить, чтобы это движение было безопасным. Ну что ж, спасибо большое за важную полезную информацию. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!